В зале Щелковской детской музыкальной школы в этот день нет свободных мест. Преподаватели и ученики вновь радуют зрителей постановкой, на этот раз премьерой музыкального спектакля, посвященного Великому Празднику Пасхи. Первая премьера пасхальной сказки. Для меня это тоже новость, неожиданность, потому что репетировали они по вечерам, по воскресеньям. Сказку учат добру, сказку учат вере, потому что в настоящее время вера нас спасает. Пасхальные дни символизируют победу вечной жизни над низменными страстями. Поздравил со светлым праздником всех присутствующих в зрительном зале настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы Дмитрий Выдумкин. Этот праздник именуется нашей православной традицией праздником праздников, потому что именно светлое Христово воскресенье наполнило светом, радостью и величайшим смыслом жизнь человечества. Сюжет спектакля разворачивается в наши дни. Городская девочка Настя, избалованный ребенок, приезжает на лето к бабушке в деревню. Из-за буйного характера она сталкивается с неприятностями, которые дают хороший урок, заставляют посмотреть на себя со стороны, изменить отношения к окружающим. Смысл понятен даже самым юным зрителям, но и взрослых заставляет задуматься. Режиссеры спектакля Ирина Некрасова и Тамара Кортьева вот уже более 30 лет работают в музыкальной школе. Ведут и внеурочную деятельность, радуя постановками любителей театрального искусства. Зрителю уже успела полюбиться рождественская сказка, которую вот уже много лет играют на сцене музыкальной школы. С постановкой успешно участвуют во всероссийских международных конкурсах театрального искусства, становясь лауреатами. Пасхальный же спектакль прошел впервые. Здесь режиссеры старались обратить внимание на значение духовных ценностей. Имея опыт таких театрализованных представлений и сочиняя к ним, соответственно, слова, мы решили распространиться и на православную тему. Тем более, что Тамара Алексеевна, моя коллега, она создала вот такой сборник «Будь хранима небесами». Здесь все ее авторские песни. И когда появились эти прекрасные песни, то мы пришли к выводу, что необходимо их как-то реализовать, чтобы люди их знали, слышали. И вот появилась сказка «Православная Пасха». И я счастлива и рада, что в этом году мы, наконец, нашли в себе силы и реализовали этот проект. Началось все с того, что я работала в воскресной школе в Образцовском храме. И как-то не хватало там вот этих православных песен. И все началось с того, что я стала детям писать. И сначала просто написала, просто так, думаю, нечего совсем петь. А оказалось, что им так понравилось, что я уже все вошла в эту тему. И теперь я оттуда так и пишу эти песни. Прозвучала одна песня «Русь», которая была сделана лет 20 тому назад. Но как-то вот только вот нашелся повод ее пропеть сегодня. Кульминация же наступает в конце постановки, когда Настя на своем пути встречает старца, который вот уже много лет живет в уединении. Он и рассказывает историю великого светлого праздника Пасхи. На третий день свершилось чудо из чудес. Иисус Христос, Сын Господа, воскрес. И миллионы в многих странах неспроста крещение приняли, поверили в Христа. Пасхальная сказка, она говорит людям вообще, что есть такой праздник. Главная деталь тут в том, что один персонаж в конце раскрывает всю историю о празднике Пасха. И это позволяет детям немного узнать об этом празднике. Это праздник, который нужно обещать в кругу семьи, чтобы его прочувствовать. Каждый из юных актеров старался передать весь смысл постановки сквозь синтез актерской игры и вокальных композиций о вере, родине, что не могло оставить равнодушными пришедших на премьеру зрителей, учеников, преподавателей музыкальной школы и, конечно же, родителей. Также со сцены прозвучали любимые песни из кинофильмов и мультфильмов, знакомых всем с детства. Говорят, мы веки-пуки, что уж не забоитесь нас. Репетиции, постановка мизан-сцен, изучение музыкальных композиций, спектакль готовили около двух месяцев. И стоит отметить, что многое из представленных декораций на сцене сделано собственными руками учащихся музыкальной школы и их родителей. Очень понравилось, очень-очень. Ирина Константиновна так поставила хорошо спектакль этот. Мы с удовольствием посмотрели, прямо на душе тепло стало, хорошо. Сказка-ложь, да в ней намек, а эта история и вовсе не напоминает вымысел. Она учит простой истине, тому, как важна вера. Анна Балиет, Игорь Поляков, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».